Список самых разнообразных тем мы сегодня обсуждаем здесь, Метроэкспо 2019, Сергей Горбунов, мой гость. Сергей представляет компанию Service Guru, но мы хотим познакомить наших зрителей с компанией и рассказать, чем занимается ваш бизнес. Это платформа мобильного обучения сотрудников ресторанов и ритейл. То есть, по сути, это мобильное приложение, куда компания вносит свои учебные материалы и, соответственно, обучает всех своих сотрудников, начиная от официантов и продавцов, заканчивая менеджерами и управляющими. Правильно ли я понимаю, что это и была основная тема вашего выступления? Тема моего выступления – это были тренды в образовании. То есть, мы как раз говорили о том, как трансформируется образование в ресторанном и ритейл-бизнесе, от чего начинается и к чему идет. Какие изменения, по вашему мнению, произошли за последние 10 лет в ресторанном бизнесе? В ресторанном бизнесе или в образовании? Давайте образование ресторанного бизнеса, вот так. На самом деле, произошли просто тектонические сдвиги, я считаю, потому что, если раньше было обучение больше навыковое, ну, то есть, мы обучали человека пользоваться, носить тарелки и подносы, то сейчас очень много начинает включаться мобайл-обучение, мобильного обучения и так называемое blended learning – это смешанное обучение, в котором сотрудник сначала получает теоретические навыки и знания, а потом, соответственно, начинает погружаться уже в практическую часть. То есть, здесь больше такой персонализации. Мы должны понимать, для кого мы работаем, то есть, кто наш клиент, с какой стороны можно подойти. Правильно, что вот такие маленькие акценты на самом деле становятся практически залогом успеха успешного бизнеса и ресторана? Здесь очень важный момент, что, по сути, для того, чтобы научить сотрудника персонализированно подходить к гостю или к клиенту, необходимо персонализированно подходить к его образованию, к его обучению. Отсюда, соответственно, современные технологии, мобильное обучение позволяет построить персональный трек обучения конкретного сотрудника, когда обучение происходит, исходя из строится и выстраивается, исходя из слабых зон и сильных зон сотрудника. Ну, скажем так, эти тенденции понятны в сфере образования или нет? Или вам приходится доказывать эффективность того, что вот новая модель, персональная такая вот, диджитализованная, это действительно успех? Здесь, конечно же, сейчас есть общий тренд на онлайн образование. Все об этом говорят, все это понимают, и это похоже немножко на элементы хайпа. Но, тем не менее, сейчас все больше и больше руководители компаний, розничных компаний, ресторанных компаний начинают понимать и видеть плюсы и удобства этой системы. Как минимум экономия учебных материалов, то есть больше не нужно печатать, и плюс хорошая возможность пробраться прямо в карман, прямо в мобильный телефон к сотруднику. Стучаться до большого количества, до большей аудитории, скажем так, чем через учебники, потому что мы уже так пролистываем через одну, через две страницы, это действительно так. Что пожелаем всем, кто хотел бы развиваться в этом направлении? Ну, прежде всего, двигаться в этом направлении, потому что самое главное для того, чтобы начать что-то делать, необходимо начать это делать. Второе — это продумывать весь образовательный трек и не жалеть времени инвестировать ресурсы в создание контента образовательного. И, конечно же, обращаться к нам, мы все научим. Вот хотел как раз спросить, если я, например, круто умею готовить, но не умею учить, вы можете сделать эту работу за меня? — Естественно. Мы сделаем так, что мы тебя снимем, мы сделаем это с разных сторон, с разных камер, и сделаем так, что на экране ты будешь выглядеть суперкрутым преподавателем. — Вот это офигительный сервис, когда тебе помогают правильно позиционировать и продвигать свой продукт и свою услугу. Я очень рекомендую, обращайтесь к Сергею Горбунов, сервис-гуру. Я вот сейчас вот так вот просто покажу бейджик. Это здесь написано VIP, поэтому обращайтесь к ним, они сделают все по высшему разряду. — Спасибо. — Спасибо.